На совещание по реализации национальных проектов в крае вице-губернаторы и министры пришли с отчетами. В папках вся информация о выполнении поставленных задач. Глава региона, однако, акцентировал внимание не только на уже достигнутом, но и на том, что предстоит сделать. На воплощение в жизнь стратегических программ в этом году выделили почти 40 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. И что важно, деньги уже доведены до муниципалитетов. Все для того, чтобы люди как можно быстрее ощутили изменения. Ряд проектов была реализован раньше срока. Это культура, благоустройство, ремонт дорог, переселение из ветхого жилья. Друзья, это то, о чем я обычно не очень люблю говорить. Это не я должен говорить, и не мы должны говорить. Это люди должны говорить, что реально, как я уже не раз говорил, в окружающей жизни происходят реальные изменения. И все, что мы делаем, открыто и для общественников, и для, понятно, жителей, и для всех коллег. И депутатский корпус, я не раз просил быть здесь активными, и всех неравнодушных. Поэтому, пожалуйста, поручение это отразите. И давайте все вместе добиваться реализации национальных проектов. Качественно добиваться, качественно. Достойный уровень медицины, чистый воздух, комфортное жилье и безопасные дороги – цели поставлены амбициозные. Чтобы полностью выполнить нацпроекты к 2024 году, в Краснодарском крае специально разработали региональные программы, которые охватывают практически все сферы жизни. На сегодняшний день на территории Краснодарского края реализуется 48 региональных проектов. По итогам 2019 года был показан успех практически по всем проектам. Более 450 социальных объектов, социально значимых результатов было создано в рамках реализации национальных проектов. Конечно, это демография, это здравоохранение, образование – это то, что важно для каждого конкретного человека. Нацпроекты, по сути, дают возможность выделять дополнительные средства на стратегические направления – образование, экология и здравоохранение. Как раз в этой сфере было много хороших новостей – переоснащение и открытие новых больниц и поликлиник. Но в то же время наблюдается серьезный кадровый дефицит в медицинских сотрудниках. Если говорить об общем дефиците медицинского персонала, это и врачи, и средний медицинский персонал, то цифра на сегодняшний день приближается к 9 тысячам человек. Это реальная сегодня нехватка. У нас есть муниципальные образования, где высокая доля укомплектованности, такие, например, как Краснодар и Сочи. Есть муниципальные образования, где укомплектованность ниже 50%. Чтобы привлечь в небольшие населенные пункты специалистов, нужны социальные гарантии и, конечно, жилье. На Кубани только в этом году планируют закупить для врачей порядка 100 квартир. Однако полностью проблему это не закроет. Вениамин Кондратьев попросил своих заместителей ускориться и просчитать финансирование проекта по строительству в районах многоквартирных домов для медицинских сотрудников. Коллеги, здесь вопрос-то не в планах. Не в планах по обеспечению врачами на определенное количество населения. А вопрос-то в жизни. В жизни. Людям этот план все равно. Даже если у нас будет 100% на 100%. Если в жизни не будет, когда они придут в поликлинику, либо в больницу специалиста-медика в той или иной сфере, им наши результаты плановые. Абсолютно ни к чему. Любому человеку, который попадет в любое лечебное учреждение. Прозвучало предложение. И, на мой взгляд, оно заслуживает особого внимания. Это реальная мера к 2024 году выполнить поручение президента Российской Федерации в рамках национальных проектов. Национальные проекты предполагают прорывное развитие во многих отраслях. Своего рода это рельсы в успешное будущее, на которые необходимо поставить всю экономику. И локомотивом здесь может выступить малый и средний бизнес. На сегодня в крае в этом направлении работают почти 750 тысяч человек. Чего, конечно, недостаточно в регионе, где живут около 6 миллионов граждан. Мы должны увеличивать количество человек, которые заняты в малом, среднем бизнесе. И создавать условия для того, чтобы, особенно молодые люди, своей целью ставили создание своего семейного предприятия. Но мы должны создать условия, и они должны поверить в эти условия. Поверить в гарантии того, что они смогут создать свой бизнес малый и передать своим детям. Эта задача сегодня не показатели занятности населения в малом и среднем бизнесе, а по-настоящему вовлеченность, особенно молодых людей, в малый и средний бизнес. Здесь какая у нас причина? Почему мы не можем сделать молодежь до 35 лет своими сторонниками, чтобы они ставили свои задачи? Я с уверенностью могу сказать, мы вам докладывали, что все меры финансовой поддержки создания малого и среднего бизнеса в регионе созданы, и они действуют очень продуктивно и эффективно. Мы сейчас будем практиковать большую работу по кооперации среди малым и средним бизнесам и крупным предприятиям. Вот кооперация и муниципальные и государственные закупки – это тот потенциал, тот резерв, в котором мы можем увеличить и улучшить и жизнь малого и среднего бизнеса, ну и, соответственно, и численность людей в них работающих. Давайте изучим сегодня все, что нам нужно, и если вдруг мы видим, что у нас не хватает компетенций, давайте их создадим из числа малого бизнеса, ребят, которые зайдут в малый бизнес, средний бизнес. Промониторьте уже все, что необходимо нам, кто нам нужен, представители какого малого и среднего бизнеса, чтобы максимально закрыли полностью потребность в реализации национальных проектов в крае. Реализацию проектов на всех уровнях от правительства до муниципалитетов будут контролировать онлайн. Для этого разработают информационно-аналитическую систему. В Краснодарском крае к мониторингу подключится и Общероссийский народный фронт, что называется «На земле проследит за выполнением стратегических задач».